Примерно в 650 году н.э. в районе современного Дегестана возникает новое государственное образование – хазарский каганат. Хазары долгое время не проявляли себя, но в 660 году начали распространять свое влияние на соседние народы и захватили земли кюркского народа волжских болгар, которые вынуждены были переселиться из Волги на Дунай, спасая свои семьи от рабства и смерти. Благодаря этому переселению возникло на Балканах государство Болгария. Переселившись, болгары смешались с местными славянскими народами и со временем ославянились, стали разговаривать на славянском языке. Хазары расширили свои земли и свое влияние на весь Кавказ и на земли степной части опустевшей Скифии современной Украины. Славянские племена на то время были раздроблены и не могли противодействовать организованной хазарской армии, поэтому платили хазарам дань. Славянские племена не имели возможности экономически развиваться, так как не могли собрать ресурс. Свой экономический ресурс они отдавали хазарам. Как нам сообщает летопись, повесть временных лет, воины Рюрика, принадлежавшие к славянам абодритам, взяли под свою защиту славянское племя полян, которое проживало в Киевской земле. Если верить летописи повести временных лет, то серьезное сопротивление хазарам начало объединенное славянское войско под руководством Аскольда Идира в 860 году н.э. Следопись нам сообщает. У него было два мужа, Аскольд и Дир, не его рода, а бояре. И отпросились они у Рюрика пойти в Царград со своим родом и двинулись оба по Днепру. Идя мимо, узрели они на горе городок и спросили, говоря, чей это город? И они, тамошние жители, сказали, было трое братьев Кий, Щек и Харил, которые сделали город сей и умерли. А мы сидим в городе их и платим дань хазарам. Аскольд, так и Дир остались вдвоем в городе этом и собралось много варягов и стали владеть полянской землей, а Рюрик княжев в Новгороде. В года правления Аскольда и Дира было создано сильную армию, которая готова была воевать даже с Византией. Во время правления византийского императора Михаила, сына императора Феофила Аскольд и Дир пошли войной на греков. Нестер в летописи так описал этот поход. Ходил Аскольд и Дир на греков и пришли в 14-е лето к Михаилу царю. Царь ходил на Агариан и дошел уже был к Черной реке, послал епархию ему весть, что идет Русь на Цереград и вернулся царь. И пришли эти внутрь суда, и множество христиан перебили, и двумя местами кораблей царь Града вступили. Царь едва в город вошел, и с патриархом Фотием в тамошней церкви Святой Благородицы всю ночь молитву творили. А еще божественную ризу Святой Благородицы с песнями вынесли и в реке омочили. Тишина была, и море спокойное, вдруг буря с ветром снялась, и снова, и снова валы большие катили, и безбожных русов корабли разметало, и к берегу прибыло, и побило, что мало их с такой беды домой вернулось. Исходя из летописи, мы видим, что поход Аскольда и Дира на греков был неудачным, но навел страх на греков. Летопись с времен Аскольда и Дира нашу страну называет Руссию. Именно с этого времени наша земля скифов и славян-антов начинает называться Руссию. Территория нового государства находится в пределах Киева, земли которого населяло славянское племя Полян. В поход на греков Аскольд и Дир ходил приблизительно в 860-861 году н.э. Именно с этих годов положено считать создание государства Русь. Нестор в летописи пишет, когда начал Михаил царствовать, стала называться наша земля русская земля. А об этом мы узнали из того, что из-за сего времени царю приходила Русь на Царьград, как это писал Иори в летописании греческом. Тем-то и мы отсюда начнем и число положим. Хочу отметить, что современные историки сомневаются в правдивости событий жизни Аскольда и Дира, о которых писал Нестор-летописец. Поэтому существует много исторических версий и гипотез вокруг их жизни и их правления в Руси. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...